952 человека пропали в Забайкальском крае в этом году. Среди них много тех, кто часто уходит из дома и бродяжничает. Велик процент несчастных случаев, но самыми сложными остаются случаи с теми людьми, которые не возвращаются по причине потери памяти. С некоторыми из них встретилась наш корреспондент Вероника Чеботарева. Работа, семья, уютный дом. В жизни каждого из постояльцев приюта для бездомных это было. Казенная мебель, минимум необходимой одежды, строгий распорядок дня, неизбежная действительность. Для Ольги Щепетковой приют стал домом 4 года назад. Женщина мало что помнит из своего прошлого, будто слайды, отрывистые картинки из детства, несколько относительно недавних событий и все. Почти полная слепота, показания к скорейшей операции Ольги Константиновны. Даже деньги собрала православная церковь, но документы со слов не восстанавливают. Свидетелей, которые смогли бы подтвердить личность, нет. Отправьте меня в Китай, я там родилась. Может там зайдутся, дадут мне какую-нибудь справку. За время работы директором приюта Наталья Умникова оформила не одного человека с такой проблемой. Сегодня беспамятных жильцов здесь четверо. Всего двое из них могут говорить. У всех проблемы со здоровьем и все без единого документа. Они не помнят, где работали до 92-го года, чтобы установить гражданство. Проблема в этом. И в связи с тем, что мы не можем установить гражданство, не можем получить паспорт и не можем им инвалидность установить. Память Ольги Глазилиной и вовсе растеряла все важное. Каждый день женщина сообщает новую дату своего рождения, как оказалось в приюте и почему, даже не предполагает. С ее слов тоже она говорит, что она работала на швейной фабрике когда-то. У нее есть дочь на КСК и у дочки все документы, а точный адрес и направление хотя бы она не может сказать. В помощь социальному приюту работа различных служб и пенсионного фонда, и полиции. Последняя инстанция работает по заявлениям о пропаже человека. Но на сегодняшнюю беспамятную четверку, прибившуюся к приюту, ничего не нашлось. Либо свою фамилию Горемычные назвали неверно, либо попросту их никто не пытался найти, что скорее всего. В государственном учреждении при наличии заявления о розыске человека находят достаточно быстро. В течение 10 первых дней проводятся первонарчальные проверочные мероприятия по установлению пропавших без вести. Если в течение 10 дней граждане не находятся, тогда на каждого пропавшего заводится оперативно-розыскное дело и проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Всего из неполной тысячи человек, пропавших в 2013-м, найдено примерно половина. Двоих отыскали в приюте неравнодушные соседи, которые заметили длительное отсутствие проживающих рядом одиноких людей и вовремя обратились в полицию. Кстати, принять заявление о без вести пропавшем сотрудники обязаны в любой момент. Трехдневное выжидание – миф, к практике не имеющий никакого отношения. Вероника Чеботарева, Виталий Квашнин, Вести, Чита. Если вы узнали кого-то из героев сюжета и можете оказать помощь в установлении личности, можете обратиться в социальный приют по телефону 39 55 08 и 39 60 10. Продолжение следует...